здравствуйте дорогие друзья вас приветствует галина конышева поскольку я занимаюсь и сталинской темой и хрущевской темы вообще много всего приходится перелопачивать потому что все взаимосвязано и взаимозависимо нет никаких случайных вещей или событий оторванных других событий так или иначе все связано и есть причина и следствие и так далее есть действие есть противодействие есть народ и народные власти имею ввиду советский народ и в основном русский народ многонациональный русский народ и есть вкрапление в этот народ который не является советским не считает себя советским все время всю жизнь ему противодействовать некий малый народец но в основном к этому народу относятся части еврейского народа, которые почему-то все время недовольны. Они всегда при любой власти в России, они всегда недовольны. При империализме они хотели свергнуть империализм, и были в основном из них революционеры. И при советской власти они боролись сразу после установления советской власти с советской властью, и считали, что 1937-1938 год и ГУЛАГ, это все как раз про них, их за что-то наказывают. После, значит, они боролись со Сталином, Сталин умирает, они вроде как бы рукоплещут Хрущеву, но опять противоречат сами себе. Вот в докладах в Ельцин-центре, и буквально, если смотреть каждое видео, интересно иногда посмотреть, ставить на скорость перемотку, потому что лекторы медленно очень говорят, я не знаю почему, у них очень медленно говорят лекторы, иногда просто даже в комментариях об этом пишут. Конкретно к этому видео комментарии отключены на Ютубе, не знаю почему, но, наверное, слишком много вопросов задают этому лектору. Олег Хлевнюк, так называемый, лекция называется «Послевоенный, СССР, экономика, политика» и там что-то еще. Да, здесь много интересных нюансов, здесь он восхваляет, безусловно, Хрущева, но Сталин, конечно же, тиран, и про дело врачей тут говорится, но врачи, конечно, вообще ни при чем. Причем он сам говорит, что дело врачей, и где Сталин написал свою руку, что не просто врачей-вредителей, а профессоров врачей-вредителей, но не понимая того, что Сталин именно отделил народных простых врачей от профессоров врачей, которые лечили кремлевскую элиту, что не всех врачей Сталин-то враги записывает, но Хлевнюк или кто там ему эту лекцию подготовил, они, видимо, этой разницы не чувствуют. Все равно Сталин во всем виноват, хотя он четко отделяет обычных врачей от врачей-вредителей. Но это не важно, главное, что Сталин виноват. Значит, Хрущев, он прав, потому что Хрущев, он делает хрущевки, а это очень хорошо. Но если мы сегодня посмотрим, это все в этой лекции, про Хрущева это где-то на 49-й минуте, значит, что там про Хрущева по поводу того, что он дает хрущевки, и многие люди получают отдельные квартиры. Но, опять-таки, я уже повторяла в своих фильмах о том, что Хрущев загоняет из деревень, из деревень сгоняют на производство, увеличивается, скажем так, количество рабочих мест, которые совершенно не нужно, такое количество тысячи деревенских жителей сгоняются в города. Они живут в бараках, естественно, что решает он проблему жилищную, Хрущев, он как бы такой благодетель. А вопрос спрашивается, а зачем Хрущев сгоняет земель, обезлюживая их, сгоняет их в города? Ведь Сталин занимался совсем другой политикой. Он собирался, чтобы на земле жили люди, и чтобы у них жизнь, у колхозников в том числе, или у частных владельцев, чтобы у них жизнь была приближена городу, чтобы там была инфраструктура городская, чтобы были дороги. То есть Сталин вот такую политику вел. А Хрущев, он наоборот, он делает жизнь в селе невыносимой, и люди бегут в города. И для чего это делается? А сегодня мы понимаем, для чего это делается. Это глобалистская политика, это 15-минутные города, о том, чтобы пустыня была, чтобы не было людей на селе, чтобы они там не рождались. Это не я сказала. Смотрите, сегодня это огромное количество информации во всех, так сказать, статьях и так далее. По поводу того, как сгоняют людей в города, потому что надо сократить население. Вон еще когда Хрущев выполнял эту глобальную политику. То есть он абсолютно не просто так сам по себе дядя вылез, поддержанный противниками Сталина. Кстати, он здесь говорит, что Сталин был против Молотова и против Микояна. Надо будет посмотреть насчет Микояна. Да, Молотову они говорят, что он жену его посадил, но не говорят, почему посадил. Они, вот знаете, говорят правду, но не все. Да, сыночка, вот как же быть? Мама, еврейский сынок спрашивает у мамы, вот я не могу сказать всю правду, но я не хочу врать, вот как быть? Говорит, сыночка, а ты не ври, ты не лги, ты говори правду, но не все. И вот в Ельцин-центре именно так и поступает. Они говорят правду, но не все. Или правду, но ее преподносят молодым людям. Видно, что молодые тут в затылке, молодые люди сидят, преподносят ее совершенно с другой стороны. Единственный кайф от всего этого, что в одно ухо влетело, в другое вылетело, потому что очень нудные лектора. И в этом смысле хорошо, потому что если бы он зажигал еще там, то может быть действительно что-то в головах и осталось. Но они вот нудные, они сами понимают, что они врут или говорят правду, но не все, переворачивает ее. Им, конечно, сложно. Им приходится подбирать слова, долго думать о том, что сказать. Ну и что еще здесь интересного? Где-то вот на часе, сейчас, 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 где-то вот здесь вот, вот на этом месте, если включите, найдете это видео, где-то на этом месте он говорит о том, что о послевоенных вещах, о том, что, ну, собственно говоря, у него нет никакой информации о том, что США или кто-либо собирался нападать на Советский Союз. У него, вот у хлевняка, у него нету этой информации. И вообще никто не собирался. И вообще все были белые пушистые. Поэтому милитаризация Сталина, вот то, что это подготовка, то, что он говорил, это вообще мифы. То есть он здесь говорит о том, что нападение на Советский Союз после Великой Отечественной войны вообще ни у кого не планировалось, потому что вокруг Советского Союза одни ангелы белые с крыльями находятся. И только Советский и Сталинский Союз, он и есть самая источник и причина зла. Вот, собственно говоря, что говорится в Ельцин-центре. То есть сегодня-то, если более-менее объективный человек, даже если он враг Советского Союза, хотя уже 30 лет прошло, они все успокоиться никак не могут. Все им покоя не дает Сталин. Вот про Ельцина ничего не говорят. А что там у нас с Ельцином? С крестьянами что у нас там? С землей, с качеством жизни, чего у нас там в 90-е годы? Они, конечно, этого не говорят. Они все время говорят про Сталина. Но, естественно, говорят не то, что есть на самом деле, а то, как бы им хотелось, чтобы это было. Да, он еще сказал, что Хрущев отменил дороги, там про ГУЛАГ дороги и другие стройки. Он это сказал. Но он это сказал как благо, что отменили, перестали строить железную дорогу на север, которая практически была построена. Там не хватало 400 километров. Это туда, куда самолетом только можно долететь. Песенка такая была в Советском Союзе. И про Хрущевы уже все. Опять эта дорога. Это труд, кстати, заключенных. Колоссальный труд сделали от Москвы на север прямую железную дорогу. И Хрущев это все отменил. Но, с другой стороны, нет худа без добра, потому что там бы уже сегодня были эффективные менеджеры и грабили бы уже, что называется, как они грабят, там, где они могут дотянуться и где есть удачная инфраструктура транспортная. Поэтому, конечно, может быть, это и благо для севера в какой-то степени. Поэтому не все так плохо, как кажется. Говорят, все гораздо хуже. Нет, нет. Жизнь, она такая, она комплексаторная. Здесь можно, так сказать, маятник туда, маятник сюда. Здесь и так можно посмотреть. Ну вот. И самое главное, то, что я хотела сказать именно конкретно для этого небольшого ролика, о том, что он заявляет, о том, что нам никто в Советском Союзе после Великой Отечественной войны никто не угрожал, что все это миф. Это вот где-то на этой минуте именно об этом и говорится. Так что смотрите, наблюдайте, анализируйте, замечайте, как работают враги народа, как они внушают, что они говорят в том же самом Ельцин-центре. Почему до сих пор Ельцин-центр не назван иностранным агентом, потому что это явно работает на интересы врагов России, ну, сегодня Россия, не Советского Союза, потому что Советский Союз, они уже там подмяли наши республики, страны Варшавского договора, уничтожили везде, там НАТО стоит, а теперь забрались уже и в подбрюши России везде. Не-не-не, не угрожают, это все мифы. На чистом глазу, на голубом, говорят 4 года назад. Я понимаю, если бы он говорил в 90-е годы, но он это говорит 4 года назад. Никто не угрожает, НАТО нет нигде, оно его, ни лаборатории никаких нет, ничего, все, все нормально, все на чистом, посмотрите, ему он врет, а он понимает, что он врет. И его лицо, и тело его тоже, движение тела тоже говорят о том, что он врет. Но надо работать, иначе выгонят, зарплата, наверное, у него неплохая, у этого хлевнюка. Но вот на кого он работает, говоря вот эти вещи, в этом видео тоже можно, так сказать, сделать вывод. Кто с нами, кто не с нами, тот против нас. Получается так, вот кому он здесь, вот в России, живя в России, говоря на русском языке, что он сует молодые уши, которые там сидят. Хорошо, что у них бананы, может быть, молодые люди думают о девушках, а не о том, что говорит этот хлевнюк. Хотелось бы верить в это. Все-таки гормоны должны брать свое. Чтобы сказать, блин, поскорее бы закончилась эта дурацкая, скучная лекция, пойти выпить кофе на свидание с девушкой. Вот, кажется так, вот как-то так, вспоминая себя, я думаю, что, может быть, надеюсь на то, что они все-таки не будут все это принимать за чистую монету, вот это вранье. И поэтому комментарий отключил, вранье этой лекции. Всех вам благ, с вами была Галина Конышева, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok